Салют, друзья! Меня зовут Максим Юн, и вы на канале, где мы говорим про ИСБ. Я тут недавно взорвал бомбу в Фейсбуке. Там есть группа Bugurt International. Это крупнейшая или одно из крупнейших сообществ, посвященных всякого рода боям в доспехах. Так вот, после Recon 2021 я опубликовал там фотку с турнира с одним вопросом. Народ, как вам новые борта? И к моему удивлению там разразилась нешуточная дискуссия. Порядка 300 комментариев. И, кстати, не под одним моим видео такого количества комментариев нет. С сегодняшним роликом я хочу привлечь в дискуссии еще и русскоязычное сообщество. Я расскажу свое мнение и свои аргументы. А также аргументы, которые приводили разные комментаторы, как за, так и против. Начну с того, что мой оригинальный пост звучал так. Народ, как вам новые борты? На мой взгляд, это лучшее, что происходило с нашим спортом за долгое время. Те же люди, те же команды, но совершенно другие бои. Короче, я это нововведение поддерживаю полностью. И я это транслировал еще давно в одном из своих старых роликов, кажется, в феврале. Тогда в рамках исследовательского турнира было опробовано несколько разных конфигураций бортов и некоторые изменения в правилах. Если вы этот ролик не видели, то вот он. Почему я считаю, что это круто? Во-первых, как боец. Я считаю, что новый экспериментальный формат бортов с широкой полкой потенциально повышает эффективность некрупных бойцов. Мы знаем, что чаще всего это бойцы-бегуны. Они не участвуют в позиционной войне и в противостоянии у борта. Их, как и волков, ноги кормят. И вот для этих ребят, борт, за который их противник имеет возможность в случае чего уцепиться, это большая проблема. Все к этому борту льнут, и человек, который к нему прилип, такого человека очень тяжело сбить с ног. Я даже не о той ситуации, когда человека толкают в спину, и он налетает на спасительный борт. Нет, такая возможность останется и при обсуждаемом сегодня формате борта. Я про ту ситуацию, когда человек опирается или уж даже скорее держится за ограждение, его сзади атакует бегун, одновременно цепляясь за голову. Так вот, раньше атакуемый мог легко ухватиться за верхнюю перекладину и устоять. Теперь ему придется сложнее, потому что нет возможности закрытого замкнутого захвата. Возможность повизнуть на ресталище в свое время сильно изменила картину боя. Бойцы-легковесы-бегуны стали практически бессмысленными, потому что все льнут к бортам. Но в то же время в борьбе у борта у легковесов шансов еще меньше. Если легкий боец обладает высоким борцовским навыком, то в теории он может успешно противостоять человеку, который его больше и сильнее. Примеры тому Леваков, Биденко, Васильев. Более того, он в этом противостоянии может быть инициатором, агрессором. Но если есть борт, за который можно ухватиться, то у человека, который борется хуже, но при этом больше и сильнее, появляется преимущество. Легковес его от забора просто не может отодрать. Но не наоборот. Короче, возможность заикариться у бортов породила лишь одну эффективную стратегию. Набрать бойцов потяжелее и держаться поближе к борту. Любой маневр от Лукавого на центр не иди, там опасно. И как следствие мы получили медленные, затяжные и незрелищные бои. И тут мой второй поинт. Теперь как зрителя. Я об этом на канале говорю достаточно часто. За последние лет 5 наши бои сильно потеряли зрелищность. И новый борт по задумке должен провоцировать бойцов перемещаться. Ограждение больше не тихая гавань, здесь тоже может быть опасно. И смысла стоять у ресталища теперь гораздо меньше. Это больше не позиционная война. Должна появиться вариативность. Высокие борцовские навыки будут превалировать над грубой силой. Чтобы продолжать быть эффективными, бойцам придется работать над повышением ловкости и чувством баланса. Общий уровень бойцов вырастет, а их арсенал разнообразится. При этом асогабаритные характеристики усредненного бойца снизятся, что потенциально расширяет аудиторию участников. Вернутся маневры и амплитудные броски, как на центре поля, так и ограждения. И как следствие, все происходящее станет более привлекательным. Жаль, правда, что полеты через ограждение так и не вернутся. Разумеется, все, что я только что сказал, это мое личное мнение. И я вполне допускаю, что выдаю желаемое за действительное. Время покажет. И вместе с моим позитивным взглядом, который разделяет большинство в комментариях под тем самым постом, существует этот взгляд негативный. Ниже я расскажу аргументы тех, кто против ограждения с широкой полкой. И забегая вперед, скажу, что с одним из них я даже согласен. С введением такого ограждения роль алибардистов снизится до нуля. Все только будут бегать и толкаться. Я, честно говоря, не понимаю, как это связано. Типа, всем так понравится бегать, что алибардисты как класс вымрут? Что Брю, Агеев или Русанов отложат свои алибарды и начнут посещать тренера по беговой работе и по юркости? Я как-то в это слабо верю. Я бы даже предположил, что алибарда станет еще более опасной. Вот представьте себе руку, вытянутую вдоль широкого ограждения, в попытке кончиками пальцев зацепиться за край. С точки зрения алибардиста, мне кажется, это нагрытый шведский стол. Нет? Один боец написал в комментариях, что это плохая идея, потому как только техники борьбы у борта делают ОСБ уникальным спортом. Серьезно? Только это? А доспехи, оружие, сам факт массовых боев? Нет? Справедливости ради. Вообще-то он сказал, что теперь HMBA это, прости господи, АМСФ. Но даже если он действительно считает, что единственное, что нас отличает, это борьба о ресталища, то хорошая новость, борьба остается. Просто теперь без возможности повиснут на ограждение. Да и вообще, давайте не забывать, что АМСФ это вторичная организация, поэтому само по себе сравнение некорректно. Интересно, сколько у меня людей отпишется после этого. Павел Куржик считает, что это все фигня по сравнению со старым низким ограждением. Паш, я согласен. Ну, давай оставим прошлое в прошлом. Один парень убежден, что новый борд делает невозможным участие легковеса. Это мое любимое, тут мой мозг просто взорвался, я не понял. Потому что я всю жизнь думал, что если у борта сошлись легковес и тяж, то возможность ухватиться за рельсу, использовать ее как дополнительную точку опоры и или приложение силы дает колоссальное преимущество именно большому и здоровому парню. Потому что она сильнее. И по причинам, которые я сегодня описал уже в этом ролике, выше. Борьба у ограждения, она как бы более силовая, чем техничная. И поэтому очевидно, что быть сильным тут лучше, чем быть слабым. И мне были бы особо интересны здесь пояснения Артема Васильева, потому что совершенно неожиданно для меня он высказал точно такое же мнение в своем посте, посвященном новому ограждению в фейсбуке. Кто-то считает, что все классно, но можно было бы сделать ресталище чуть уже. Ну, ограждение сделать чуть уже. Я не согласен, я бы наоборот сделал его даже чуть шире, чтобы исключить возможность цепляться у очень длинноруких людей. Скажем, у Евгения Гладкова. Потому что, как выяснилось, ему новый борт хоть менее удобен, чем старый, но он все равно может за него ухватиться и использовать для борьбы. Есть еще одно мнение, которое меня улыбнуло. Нафиг все эти ваши танцы с бубнами, в смысле с ресталищем. Не хотите, чтобы бойцы цеплялись за ограждение? Просто запретите. Цепляться нельзя, но можно опираться. Просто запретите, да? А есть у меня в аудитории маршала? Поднимите руку. А есть те из вас, кто судил по таким правилам? Геморрой, да? Я вот не маршал, но пару раз был на турнирах, где был запрет на захват ограждения. И я видел, насколько это бездарно расходует ресурс маршалов. У них атака очень сложная работа. Следить за всем и при этом не быть убитым шальной лебардой. И вы хотите к этому добавить еще необходимость отслеживать, оперся человек на перекладину или захватил ее? А если захватил, то ведь это нужно как-то донести до бойца. Вывести его из боя или заставить сменить позицию. А это может повлиять на ход боя, что повлечет за собой огромное количество апелляций. И всего этого можно избежать, если поставить не юридические, а физические барьеры. Люди как вода. Если им не создать русло, то они растекутся и займут все доступное пространство. Поэтому только физические барьеры. Если вы не хотите, чтобы люди своими ручками цеплялись за борта, то либо борта не хватайте, либо отрубите им ручки. Но как тогда они будут держать оружие? Сложно и дорого в производстве монтажа и логистики. И это тот самый аргумент, с которым я на самом деле согласен. Это и в России это дорого, хотя считается, что у нас дешевый стройматериал. Единственное, что я могу сказать по теме, что судя по высказываниям людей из топ-менеджмента и чемпиарей, они это тоже понимают. И поэтому на данном временном этапе такой борт будет скорее рекомендованным, но не обязательно. Возможно, будет определен некий переходный период. Возможно, требование к ограждению будет зависеть от уровня мероприятия. Скажем, Open или Challenger, можно старое ограждение. Masters, ну, наверное, все-таки уже новое. И в этом есть определенная логика. Потому как чем выше уровень мероприятия, тем выше должен быть уровень команд. А как я сегодня уже говорил, новое ограждение с полкой более требовательны к физической и технической подготовке бойцов. Учитывая это, в одном я уверен почти наверняка. На Next, Prime и Bitvinacci с большой долей вероятности будет уже новое ограждение с широкой полкой. Ведь эти мероприятия – визитная карточка избы. И последнее. Многим просто не нравится, как выглядит новый борт. Если кто-то отшучивается, что теперь будет удобнее принимать пищу в перерывах или можно заказать пиво прямо на ресталище, то кому-то прям яростно не нравится. Они так и пишут, выглядит дерьмово. На мой взгляд, это вкусовщина. Я в этом вопросе нейтрален. Я не могу сказать, я не считаю, что предыдущая версия была более эстетичной или наоборот. Я скорее думаю, что полка – это идеальное место для размещения рекламы партнеров. И, кстати, не я один. Я такое мнение встречал уже несколько раз. На этом по данной теме на сегодня все. Напишите в комментариях ваше мнение по поводу нового борта широкой полкой. Вы считаете, что это шаг в правильном направлении или все-таки фигня? И будет классно, если вы напишите, кто вы – боец, зритель или маршал, чтобы понимать, с какой точки зрения вы смотрите на происходящее. Ну а теперь точно все. Пока. Хотел бы вклиниться и влезть с точки зрения, которая не была упомянута. А именно с точки зрения операторов и монтажеров. Ну, в общем, со всей точки зрения команды съемки. С одной стороны, полка очень сильно мешает, потому что у тебя закрывается угол обзора, и для верхних точек съемки становится крайне неудобно. С другой стороны, появляется прекрасная возможность залезть под полку и снимать с очень интересных ракурсов. Потому что, так как я снимал на Риконе, я бы, допустим, при старом ресталище не рискнул делать. Просто потому что очень большая вероятность получить алибардой. Ты что, в кадр влезешь, что ли? Паль, ты, блин, оператор, не мой канал. Высоцкие майцовские навыки. Против нового ограждения с широким бортом. И забегая вперед, скажу, жу-жу-жу-жу-жу-жу, сука, блядь. Скажу, жу-жу-жу. Просто запретите, да? А есть в аудитории маршалу? Поднимите руку те, кто пытался судить по таким правилам. Геморрой, да? Спасибо.